Часть первая. Сознание человека и его роль в оздоровлении, введение. В предыдущих трех книгах серии «Целительные силы» мы с вами разобрали ряд важных мероприятий, учение об индивидуальной конституции человека и возрастных отличиях, биоритмология, очищение организма, питание, биоэнергетику, биосинтез и уринотерапию, которую обязательно необходимо учитывать в собственном оздоровительном процессе. Кратенько повторим особенности этих мероприятий и их вклад в наше здоровье. Учение об индивидуальной конституции человека и возрастных отличиях позволяет целенаправленно использовать весь арсенал оздоровительных мероприятий и средств конкретно для каждого человека с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей. Это позволяет достигать наивысшей эффективности в самооздоровлении, избегать ошибок и досадных недоразумений. Биоритмология. Эта наука позволяет нам действовать в согласии с природными процессами, что в итоге значительно увеличивает отдачу всех оздоровительных мероприятий. Если действовать не в попад с природными процессами, то это затрудняет оздоровительный процесс, а в некоторых случаях приводит к обратным результатам. Например, очищение ослабленной печени осенью может еще больше ее ослабить. Еда на ночь обязательно приведет к рассогласованию внутренней энергетики и зашлаковке организма непереваренными пищевыми продуктами. Очищение организма. Эта наука позволяет нам создать предварительные предпосылки для правильной работы всего организма. Наш организм постоянно обновляется и самовосстанавливается, но накопившиеся шлаки препятствуют полноценному протеканию этих процессов. Например, за счет очищения толстого кишечника мы нормализуем кровь, восстанавливаем кислотно-щелочное равновесие, как в полости толстого кишечника, так и вообще в брюшной полости. Нормализуем микрофлору толстого кишечника, отсюда и иммунную защиту организма. Очищение печени приводит к нормализации кровообращения, особенно венозного, во всем организме. Восстанавливаются все виды обменов, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, гормонов и так далее. Очищение почек позволяет восстанавливать кислотно-щелочное равновесие во всем организме, нормализовать водно-солевой обмен. Очищение лобных и гайморовых пазух от жидкости и спрессованной слизи позволяет восстановить функции головного мозга. И, наконец, такие виды очищения, как парная, голодание и тому подобное, позволяют очищать каждую клеточку от шлаков, а весь организм от старых, ослабленных клеток, клеток-мутантов. Восстанавливают иммунную систему, активизируют ферментативный аппарат. Только качественно проделав эту работу, мы можем ждать от организма нормальной, высокоэффективной работы. Питание. Наука о питании человека позволяет правильно строить собственный организм, максимально приспосабливая его к требованиям внешних условий, нормализуя его жизненные принципы и психику. Биоэнергетика и биосинтез. Важный раздел об организме человека, который позволяет активно влиять на процессы, происходящие в клетках, тканях организма в целом, целенаправленно активируя и поддерживая их на высоком уровне. Уринотерапия. Эта наука позволяет самым эффективным образом, с минимумом затрат, проводить не только восстановление, но и укрепление, совершенствование организма, создавая внутриутробные условия, в которых физическое тело человека наиболее быстро и эффективно развивалось. Помимо вышеуказанного, разобрано множество других средств и факторов, влияющих на качество оздоровительного процесса. Но вышеуказано основное в общепринятой технологии оздоровления человеческого организма. То, что мы с вами разобрали, относится к физическому телу и для него справедливо. Но человек – это не одно тело, а еще и полевая форма жизни, душа, в которой находится наше сознание, чувство, память, энергия, заставляющая тело двигаться и управляющая им. И оказывается, чтобы оздоравливать полевую форму жизни, а вместе с ней и весь организм, требуются совершенно другие знания, нежели о физическом теле. Наука, которая изучает полевую форму жизни и процессы, происходящие в ней, называется психологией. В переводе с греческого означает «душа плюс слово», то есть учение о душе человека. Сразу попрошу не путать современной психологии, которая охватывает лишь часть процессов, происходящих в полевой форме жизни. Мы же с вами будем пользоваться истинным древним вариантом. Это величайшие науки, матери всех наук. Но прежде чем приступать к изложению материала, которое для многих неподготовленных читателей покажется слишком смелым, не мешало бы поговорить о творчестве вообще и научном творчестве в частности. Творчество – это сознание на основе того, что имеется, того, что еще не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем больше оригинальностью характеризуется творческий результат. Это классическое определение творчества. Бонифатий Михайлович Кедроу говорил, что для совершения научного открытия нужны такие качества ученого, как решимость, чтобы не останавливаться на полпути, смелость мысли, чтобы видеть дальше и лучше своих предшественников, мужество, чтобы пойти против течения и сломать веру большинства. Кто такой Кедроу? Кедроу, Бонифатий Михайлович, философ, химик, историк науки, академик. Основные труды по материалистической диалектике, философским вопросам естествознания, науковедению, классификации наук. Вернадский указывает на условия, необходимые для продуктивного творчества, проводить детальный анализ, видеть за частным общим, не ограничиваться описанием явлений, а глубоко исследовать его сущность и связь с другими явлениями, не избегать вопроса «почему?», прослеживать историю идей, собирать как можно больше сведений о предмете исследования из литературных источников, преимущественно научных, обращаться к оригиналам, изучать общие закономерности научного познания, думать о том, как думаешь, связывать науку с другими областями знания, с общественной жизнью, не только ставить проблемы, но и находить новые нерешенные. Кто такой Вернадский Владимир Иванович? Это ученый, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, создатель научной школы, академик, автор трудов по философии естествознания, науковедению. Если теперь обратиться к современным специалистам по проблемам творчества, то они высказывают следующее. Чем труднее творческая задача, тем больше вариантов приходится перерабатывать, чтобы найти правильное решение. Вся сложность в том состоит, что для выбора наиболее сильного решения нужно иметь среди рассматриваемых идей как можно больше смелых, оригинальных и неожиданных. Современная теория решения творческих задач включает в себя пять этапов задач. Первое. Задача первого уровня решается применением средств, прямо назначенных для данной цели. Средства решения находятся в пределах одной узкой специализации. Второе. Задача второго уровня требует наибольшего видоизменения объекта, для того чтобы получить необходимый эффект. Средства решения такого рода задач относятся к одной области техники. Третье. Задачи третьего уровня относятся к тому, что совершенствуемый объект должен быть серьезно изменен. Приемы решения задач этого уровня приходится искать в других отраслях техники и науки. Четвертое. При решении задач четвертого уровня совершенствуемый объект меняется полностью. Поиск решений ведется, как правило, уже в сфере науки. Среди редко применяемых физических и химических эффектов и явлений. Пятое. На пятом уровне решения задач достигается изменение всей технологической системы. Средства решения могут оказываться за пределами сегодняшнего дня науки. Поэтому сначала нужно сделать открытие, а потом, опираясь на новые научные данные, решать изобретательскую задачу. Одним из главных приемов решения творческих задач является перевод их с пятого уровня на первый. Другими словами, важно научиться сужать поисковое поле, превращая трудную задачу в легкую. Как правило, при решении задач третьего, четвертого и особенно пятого уровня необходимы знания, выходящие за пределы специальности изобретателя. Весь производственный опыт навязывает бесплодные пробы в привычном направлении. В качестве решения творческой задачи приведу собственный случай. Лично передо мной стояла задача восстановить утраченное здоровье. В самом начале я обратился к специалистам медицины, имеющим в этом производственный опыт. В 20 лет мне был удален аппендицит, а в 23 – гланды. В результате такого общения с медициной у меня появился собственный опыт, который говорил о том, что медицинское вмешательство в острых, неотложных случаях, когда предъявил аппендицит, полностью сгнили гланды, крайне необходимая мера, позволяющая сберечь жизнь. Однако, возникающие осложнения после оперативных вмешательств, геморрой после аппендицита, хроническая заложенность носа и потери обоняния после удаления гланд, а также длительное, безрезультативное лечение указанных осложнений указали на то, что медицина сегодняшнего дня бессильно вернуть утраченное здоровье. На большее, чем подремонтировать, она не способна. В итоге у меня сложилось твердое убеждение, что человека можно вернуть к жизни с помощью современных медицинских средств, например, вывести из клинической смерти. Но восстановить здоровье в полном объеме эти средства бессильны. Нужен совершенно другой подход к проблеме оздоровления человеческого организма, который должен опираться на наисовременнейшие научные разработки и открытия. Наисовременнейшие научные открытия и исследования указывают, что существуют две формы жизни. Одна в виде поля, а другая в виде белка. Белково-нуклеиновая форма или просто физическое тело. В человеческом организме эти две формы взаимно сочетаются. Но при этом полевая форма жизни руководит построением и управлением физического тела. В упрощенном виде этот симпиоз двух жизней можно представить в виде информационно-энергетического образования, которое не видно, но легко фиксируется современными приборами и физического тела, которое пропитано этим образованием и приводит его в движение и так далее. Когда человек теряет сознание, что означает выход из физического тела полевой формы жизни, тело падает и ничего не чувствует. Надеюсь, вы поняли разницу и связь этих форм жизни. Давайте теперь разберем, из чего состоит полевая форма жизни, лежащая в основе человеческого существа. Человеческий организм занимает определенный объем в пространстве. В этом пространстве протекают присущие этому объему временные процессы, которые выражаются в виде определенного движения, вращательно-колебательного и циркуляторного. Далее, это пространство насыщено разного рода энергиями и излучениями, световой, электромагнитной, гравитационной, тепловой, лептонами, это мельчайшие частицы, и многим другим. А теперь более подробно о каждой составляющей полевую форму жизни человека. Первое пространство, которое занимает человеческий организм, в конце концов, представляет собой вакуум. С позиции взглядов современных физиков, вакуум представляет собой невообразимо плотную, сверхтекучую энерго- и материя, образующую субстанцию. Когда в нем возникает напряжение или возбуждение, вакуум на это отвечает выбрасыванием квантам. Под квантами понимается основная единица материи или энергии, в 10 миллионов-100 миллионов раз меньше, чем мельчайший атом. На этом уровне материя и энергия становятся взаимозаменяемыми. Второе. Время появляется в каждом отдельном объеме пространства и характеризует две главных особенности. А. Срок жизни этого объема и Б. Скорость и ритм протекания энергетических процессов в этом объеме. Таким образом, в каждом отдельном объеме пространства время течет по-разному. Во Вселенной время течет очень медленно. В галактиках быстрее, в солнечных системах еще быстрее. Не одновременно время течет и у каждого человека. Третий. Лептонный газ, заполняющий пространство внутри и вокруг человека, образуя яйцеобразную оболочку защиты, то есть ауру, а также выполняет ряд других важных функций. Четвертое. Движение в виде вращательно-колебательного и циркуляторного происходит в каждом объеме пространства. При этом оно зависит от величины объема, формы пространства и количества времени, которое поддерживает движение в стабильной форме. Время для движения является пружиной, поддерживающей ход стрелок в часах. Пятое. Световая энергия присутствует в человеческом организме, выполняет две основные функции. А. Создает голографическое тело, своеобразный шаблон, в который встраивается физическое тело, и Б. Лежит в основе органов человеческого организма, окрашивая их в различные цвета. Каждому органу присущ свой цвет, который определяет его специфическую активность. Шестое. Гравитационная энергия позволяет держаться веществу в объеме голографического тела. Благодаря этой энергии все частицы организма притягиваются и удерживаются. Если бы не было этой энергии, то наше тело распалось уже на атомарно-молекулярном уровне. Седьмое. Электромагнитная энергия противостоит гравитационной. Если бы была только гравитационная энергия, то она сжала бы все ткани, клеточные структуры, плотное образование. Именно так происходит созревание студня. Из массы, содержащей 99% воды, он превращается в корочку ксерогеля. А человеческое тело в мумию. И ни о каких проявлениях жизни не могло быть и речи. Благодаря электромагнитной энергии, мицеллы клеток имеют заряд и держат вокруг себя воду, противодействуя сжимающей и высушивающей силе гравитации. Восьмое. Тепловая энергия создает необходимые условия для работы ферментов всего организма. Повышение или понижение температуры тела сказывается на скорости ферментативных реакций и их активности. Любая патология, возникающая в организме человека, в подавляющем большинство случаев, образуется в полевой форме жизни. В результате этого происходит подавление и искажение вышеописанных составляющих полевой формы жизни. Например, когда человек набирает избыточный вес, это приводит к увеличению пространства, занимаемого человеческим организмом, и искажению его объема, то есть первоначальной фигуры человека. В результате этого в организме понижаются циркуляторные процессы, снижается активность перистальтики, возникают застойные области, человек зябнет, снижается активность ферментов, что приводит к снижению иммунитета, пищеварения, уменьшается умственная активность. Расстройство в движении в основном зависит от того, как меняется пространство, то есть фигура, и время нашего организма. Когда с возрастом уменьшается, энергия времени, то есть пруживная жизнь давит слабее, процессы циркуляции и движения различного рода в организме человека затухают. Посмотрите на стариков, и вам это станет ясным. У них деформированы пространства, то есть фигура, отжатие, сильно замедлилась скорость передвижения и так далее. Расстройство в энергии светового характера приводит к тому, что хуже работает какой-либо орган, функция организма. Переизбыток световой энергии, долгое нахождение человека под прямыми лучами Солнца, приводит к рассогласованию внутренних процессов. Можете посмотреть рисунки. На этом рисунке изображены составляющие человеческого существа, пространственно-временно, поле, колебательно-вращательно, голографическое и так далее. Очень интересный и занятный рисунок. Расстройство в сфере гравитационной энергии приводит к тому, что тело черствеет, возникает тугоподвижность суставов, возникают различные отложения твердых веществ, камни в желчном пузыре, в почках и мочевом пузыре, появляются водянки разного рода. Расстройство электромагнитной энергии в организме приводит к подобным расстройствам, что и у гравитационной. Организм либо плохо держит воду, либо появляется излишек жидкости. Снижаются все энергетические процессы в организме, ибо физическое тело работает на электронах. Все живые клетки получают биологически полезную энергию за счет ферментативных реакций, в ходе которых электроны переходят с одного энергетического уровня на другой. Посмотрите электронный каскад в биологии. И, наконец, тепловая энергия, а также ПАЖ внутренней стадии организма, позволяют поддерживать в организме наиболее благоприятные условия для осуществления ферментативных реакций и поддержания ткани организма в оптимальных условиях. Разогрев увеличивает эластичность мышц и связок. Холод наоборот. Увеличивает вязкость жидкостных сред клеток, крови и т.д. Потеря теплоты в старости приведет к мерзлости, немощности и т.п. Если теперь с этих позиций рассматривают любой деструктивный процесс в организме человека, язвы, опухоли, деградация ткани и т.д., то это указывает на то, что в энергетических полях образовались раковины, искажения в которых и происходит развитие патологии на уровне уже физического тела. К сожалению, современная медицина только начинает осознавать это. Отсюда подход к лечению физического тела бесперспективен. В этом ее слабость. А вот медицина древних, аюрведа, джудши, в первую очередь учитывали полевую форму жизни человеческого организма и все лечение сконцентрировано на ней. Если теперь жизненные принципы, так называемые ДОШИ, ДОШИ означает выпады из вакуума. Итак, значит, жизненные принципы слизи, желчь и ветер перевести на выше разобранные поля и энергии, то окажется, что жизненный принцип слизи лучше всего соотносится со временем и гравитацией, желчей с световой, электромагнитной и тепловой энергиями. Принципы это одна и та же энергия, но с различной длиной волны. Ветер с пространством и движением. После того, как в фундаментальной науке были сделаны открытия вакуума, квантам, изучены свойства полей, то есть решен пятый уровень задач, появилась теоретическая основа для старейшей медицины аюрведы. Аюрведа означает учение о жизни человека. И неудивительно, что после Индии и Тибета ее стали практиковать в наиболее технократической стране США. Более детальное изучение электромагнетизма, лазеров и тому подобное, то есть решение четвертого уровня задач, привело к новым видам лечения, лазеротерапии, применению магнитов, электронных пушек и тому подобное. В дальнейшем совершенствовалась листья техническая сторона, решался третий уровень задач. Например, как удобнее подать световую энергию или применять магнитотерапию. Другими словами, решались задачи второго и первого уровня. Как видите, уважаемый читатель, подобные способы лечения на самом совершенно научно-техническом уровне однобоки и не захватывают всего объема полевых структур, что опять-таки приводит к однобокости и малоэффективности лечения. Необходим такой подход, который охватывал все полевые структуры и физическое тело и, конечно, был бы доступен для самостоятельного применения. Знание того, что полевая форма жизни наиболее сродна с водой и записывает информацию о полевых структурах на ней, привело к тому, что можно использовать жидкостные среды нашего организма, особенно те, что прошли через него для их же коррекции. Наша урина оказалась специфической жидкостью, насыщенной всеми полями полевой формы жизни, причем обладающую строго нашими параметрами. У каждого человека характеристики полей собственные, не похожие на других людей. Если же дополнительно сжать заключенные в ней поля, то мы получим уникальное средство, которое позволило нам не только латать раковины и пустоты, лечить язвы, деструктурные процессы, опухоли, но и увеличивать потенциал всей полевой формы жизни. И оказалось, что такое сжатие достигается простым упариванием, кипячением до 1,4 первоначального объема. Для туго думов берется 400 граммов урины, кипятится до тех пор, пока не останется стоп. Работа по упариванию урины. Натирая упаренной уриной тело, мы тем самым производим облучение собственного организма концентрированной полевой энергией, а применяя в виде компрессов, латаем раковины. Голодание в свете вышеизложенного есть пассивный метод восстановления полевых структур. Когда прекращается прием пищи, то ранее тратившаяся энергия полевых структур на ассимиляцию чужеродных полей пищи теперь накапливается, укрепляет саму себя и заполняет раковины пустоты и выравнивает искажения. В итоге все это выражается в рассасывании опухолей, излечении язв, восстановлении функций органов и всего организма в целом. Проявляется как бы эффект омоложения. Сочетание голодания и уринотерапии представляют собой два естественных и наиболее сильных метода по восстановлению полевой формы жизни, которые, слаживаясь, увеличивают восстановительный эффект в еще большей степени. Как показывает практика Армстонга, Войтовича, моя собственная и опыт многих других людей, это действительно так. Лично я теперь использую только этот метод профилактической очистки и восстановление полевых структур 3-4 раза в год, голодая с уринотерапией в дни постов. Таким образом, я как автор данной серии целительных сил ничего нового не открыл. Все уже было до меня. И голодание, и уринотерапия. Я творчески подошел к собственному оздоровлению и описал этот процесс. Согласно Кедру, я решительно пошел против течения и не просто сломал веру большинства, но и обосновал оздоровительный процесс с научной точки зрения. Согласно Вернадскому, я проводил детальный анализ, видел за частным общее, глубоко исследовал сущность и связь с другими явлениями и так далее. А главное, связал науку с общественной жизнью, найдя простое и эффективное оздоровление организма для каждого человека. Я спустил задачу оздоровления с пятого уровня на самый первый. И вот теперь я подошел к решению новой задачи, что лежит в основе полевой формы жизни. Как, собственно, образуются эти поля? Как и чем они управляются? Как влияют на физическое тело? То есть не избегая вопроса «Почему?». Средства для решения этой задачи лежат на пятом уровне решения творческих задач. Выходя за пределы сегодняшней науки, но прослеживая историю вопроса и работая с литературными источниками, я увидел общую закономерность и решение этой задачи. Итак, будем возрождать старую науку о душе человека.